всем привет заверят сегодня у нас вот теперь сегодня у нас плюс 3 съехал с крыши снег будем работать и отвечать на ваши вопросы дорогие друзья у вас есть ряд вопросов ко мне сегодня мне маша помогает с этим делом ну что погнали вопрос 1 привет насколько мне известно ты собираешься отказываться от коз ты же раньше говорил что мол экологически чистое молоко можно сыр делать и так далее ну и что тебе не хочется закупаться в магазине и ты будешь стараться минимизировать этот процесс ну и корову покупать и тоже не собираешься так как тогда поступишь про коста говорил что с ними прибыль минимальная на морок много но так как я опять же понял ты ими почти не занимаешься а тут и молоко и тот же сыр можно делать ну и плюс какая-никакая прибыль но смотрите по козам ситуация следующая у нас нет выпаса это раз у нас нет лишнего времени это два да конечно свое молоко это очень хорошо но у меня как вы знаете есть кто-то может быть знать кто-то нет у меня аллергия на траву я не могу ездить за травой и косить ее этим делом приходится заниматься девочкам а это работа очень тяжелая и надо и заниматься летом ну хотя бы два раза в неделю по козам мы посчитали рентабельность у нас получилось за год со всех коз 20 там тысяч с копейками это не стоит того лучше этим временем заниматься допустим птицы или еще чем-нибудь насчет молока до вопрос очень важный у нас благо есть соседи которые держат корову и все молоко мы приму напрямую как бы покупаем у них деревенская самая-самая свежая до кос у нас теперь нету ну то больше свободного времени свободное время это как минимум плюс полтора-два часа в день вот так вот такой мой ответ вам будет еще был ряд вопрос на эту тему маленько другими словами отказаться от косы я думаю я тут прозвучал да не знаю с одной стороны хочется услышать меня да с одной стороны хочется с другой стороны политься и так особо никуда не увидишь ничего тут еще если две собаки не знаю я пока не готов ответить однозначно на этот вопрос ну думаю думаю над этим если все сложится так что прямо вот не жить не быть вот захочется собаку по-любому его стал а сейчас пока у нас идет борьба со снегом представляете вот здесь высота чуть больше полметра это столько снега навалилась крыши это однозначно я туда чистить не буду моя задача стоит чтобы под на этой площадке не было снега или был его минимум чтобы не затопило подвал а это в любом случае сюда уйдет я надеюсь весной посмотрим на этом пока сегодня все даче чистить лучше немножко сниму смотрите плотный снег очень очень не буду идем к следующей работе приступы так много встала служа по вы всегда был против комбикорма и залегался не кормить скотину этим продуктом что изменилось нехватка времени изменилась дикая нехватка времени во-первых во-вторых проблемы с зерном очень сложно купить зерно пшеницу ячмень овес кукурузу либо этого нету либо это очень низкого качества все это взяв и проанализировав было принято решение что оптимальнее все-таки покупать очень дорогие качественные комбикорма ну иначе ну просто ну никак или брать нужно вагонными тоннами там чего я себе к сожалению позволить не могу так как негде все это дело хранить пробую на комбикорме смотрю что получается дальше буду принимать какие-то и делать выводы сейчас сюда вместо кос как вы видите кос у нас точно нету хочу заселить курочек молодых мне кажется напольное содержание для курочек все-таки гораздо лучше чем клеточная включил лампу чтобы здесь было немножко потеплее что мне кажется все-таки прохладненько здесь и сейчас будем переселять давай спрашиваю литий дорода в будке вообще не жила если нет то почему вроде зима у вас холода были будка добротная очень теплая судя по сюжетам как ты ее строил на нее будка это как наказание то есть когда закрываешь ее в будку она думает что в вольер вернее она думает что типа она наказана и все если надо что-то жестко накосячит там прыгать на забор или еще чего-нибудь я выхожу она сразу туда бежит знает что как виноват нет она там к сожалению не живет не знаю с чем это связано потому что мне кажется на улице все равно тепло когда были вот рама жесткие морозы в том году там 40 градусов до сколько она туда спокойно заходила и ночевала а так возможно меня есть предположение что и там как бы жарковато потому что когда она там сидит все время высовывать морду из-за этой тряпки но вот щенки у нас сейчас в котельной старый сколько они здесь просидят я не знаю и вот эту недельку две может быть я их туда всех в вольер пересажу и щенки будут стопудово там в этой будке жить нет но когда были холода закрывали собаку вольеру будку я ее закрывал вообще она бывала в ограде как бы здесь ночевала я ее закрывал вольер потому что боялся что она беременна же была боялся что вдруг она замерзнет или еще что-то я ее как бы принудительно туда закрывал и она естественно в будке сидит когда были фейерверки да она как бы не очень любит все хлопки вспышки вспышки еще ладно хлопки ведь мне очень нравится она как бы так не очень реагирует на все это дело в кормушечку на ручка почему опять собираешься купить бычка они тёлку ведь коровы это не только мясо но и молоко сыр сметану масло и творог так я же и сколько раз уже говорил и повторяю нету выпаса нету даже вот то что там участок есть у нас что с ним делать это утром туда водить вечером обратно если она сорвется если еще чуть-чуть и даже для одной коровы там травы домал следующего просто да сразу почему бычок постоянно на привязи в стоиле почему не отводишь его пастись на траву на улице есть же у тебя еще один купленный участок почему бы там ему травку целый день не желать интересно кто это написал а вы когда-нибудь водили быка за веревку знаете как он себя ведет тем более если он взрослый большой это ощущение такие а если он сорвется а если он зашибет кого-нибудь в деревне мне такие проблемы не нужны это серьезная опасность на самом деле когда он стоит в стойле когда он привязан вообще нету никаких проблем когда вот так начинаешь какие-то маневры совершать это ребята не так просто как кажется со стороны и не дай бог что случится поэтому только так и никак по-другому а бычка мы еще обязательно возьмем когда приготовим место обитания что-то старая конюшня здесь живут поросята она не подходит не она не нравится там с полом проблемы в ближайшее время что-нибудь будем думать и переделывать сережа все одно да потому а какие планы на второй участке будет ли конец молочное направление в твоем хозяйстве нет вдруг то не понял да не будет пока точно не будет блин ребят это не рентабельно это неудобно даже занимаясь молочкой и нужно каждый день куда-то реализовать а куда я не к я наоборот пытаюсь сократить время поездок в город и чистоту эту поездок сократить нет нет еще раз нет пока точно нет какое-то время поживем там пару лет посмотрим если время освободиться может быть а пока к сожалению увы и ах а грибы будут расти этом целью посеял грибов надеюсь что-то будет расти не могу я этим заниматься из-за нехватки время не буду не хочу есть другие более важные дела как строительство очень многое нужно заниматься ремонтом отделкой планировкой участка отсыпкой строительством фермы так что пока нет там дальше посмотрим почему-то всегда выводишь только не сушу неужели так хорошо себя зарекомендовали знаете в общем как случилось свое время я когда-то занимался экспериментами то есть лежал мясо яичных там всяких разных птиц и ну задумался над тем что пора что-то менять потому что яйца носика была не очень и все такое начал искать какие-то варианты так как так случилось что знакомые знакомых где-то пернском крае работают на птицефабрике я позвонил говорю ребята каких несущих вы держите ну в общем все проконсультировался по полной программе они сказали что мы держим декалп вайт потому-то 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 я думаю что я буду тут всякой фигней страдать экспериментами взял просто с них пример потому что птиц фабрика это предприятие серьезно там все высчитано и рассчитано до миллиграмма поэтому декалп вайт меня вполне устраивает действительно я уже три года занимаюсь этой птицей мне очень нравится я бы вам рекомендовал будет время для экспериментов будем экспериментировать будем какую-нибудь другую породу или может быть кросс держать пока не до этого честно наоборот идет все к оптимизации процессов рабочих я отказался разводить гусей они планируешь держать уток если нет почему они нравятся мне утки что гуси что утки они капец засранцы это раз во-вторых ну не знаю как насчет уток гусям нужно очень много травы опять все возвращаемся к тому же вопросу с проблемами с травой утки может быть и ничего не больше нравится реально курица я люблю курицу этот бройлер это мясная офигенная хорошая тушка гуси это так побаловаться может здесь реже это будет сюрпризом но все-таки у меня есть план поддержать утку или индоутку так что возможно не в этом году это сюрприз может быть и будет на 23 февраля тебе подарок сережа катерина интересуется мне интересно дружите ли вы с другими деревенскими блогерами часто раньше вас упоминал антон хорошев и кости коза доза или коза доза и правда не знаю или такой дружбы не существует пойдем сюда мне так общаемся я как бы много с какими блогерами общаюсь не очень общаемся не то чтобы смысле очень мало 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 да практически не общаемся так бывает я ему что-то там напишу он мне сам по моему не писал ни разу с антоном хороши общаемся периодически ну вот про кого упоминали есть другие блогеры с кем я общаюсь крупные и не совсем крупных почему нет общение это же интересно это обмен какой-то информации я только за общение и по возможности я другим блогерам стараюсь как бы помогать в плане в плане в плане ну я не люблю в этом говорит мы в плане рекламы как бы там есть что-то какие-то интересные темы я подкидываю вот допустим это вот это можно тут немножко заработать вот кто-то соглашается кто-то отказывается мне больше все удивляются особенно те кто отказывается от помощи ничего такого я же как бы зарабатываю на этого просто ребят вот есть возможность можно заработать ну в общем короче общаюсь тут я затянул эту тему общаюсь общаюсь косяки эти лютюхи ну не только лютюхи и другие идут поиграй привет из костром и привет кострома привет что скажешь из своего опыта про кур на мясо бройлер хочу заложить пару сотен яиц чё сказать инкубатор для себя и на реализацию излишек по поводу первое удаление отзыв о том устройстве спустя какое-то время такое же положительное если да то что за производитель спасибо китай производитель китай но продает пермская компой пермская московская компания сюжет на эту тему был ссылочки там остались зайдите можете получить скидос по промокоду рожен тв это стопудово пока не мере сейчас он этот есть скидос еще пиросъемка меня вполне устраивает я бы сказал нравится очень по поводу бройлеров ну чё сказать если я занимаюсь мне это нравится не знаю как в вашем регионе это будет насколько актуально в нашем регионе спрос на птицу есть этим направлением буду дальше стопудово заниматься и вам ну не сказать что рекомендую ну попробуйте ну сразу 200 штук это очень много начните хотя бы с полтинник это потому что понять рабочие процессы надо что как какую последовательность время надо чтобы разобраться и мария доброе утро скажите пожалуйста вы яйцо под 500 планируете заказы если нет то какое планируете я зикого посмотрела сюжета ппр сверловский думаю нам с вами выгодно будет если мы сможем его меньше ехать у меня инкубатор на 72 яйца вся уже извелась как найти единомышленников для коробки мне 360 яиц много от ольги волохина этот же вопрос вернее может у нас свердовская пермская властях группа на эту тему есть вот ребят знаете у меня что я хочу сказать наблюдать ну я давно этим занимаюсь яйцом то очень большая сейчас идет тенденция ну как это сказать но обманывают очень очень много обманывают не очень сложно найти надежного поставщика самый оптимальный вариант который предлагаете вы но найти единомышленников крайне непросто я делаю сейчас каким образом я заказываю себе яйцо ну минимум там коробками коробка две-три-четыре-пять и кобов и индюков заказываю что только не заказываю ну такую то что то что мне надо если кто-то хочет он со мной кооперируется грит сергей давай вместе там скинемся и купим без проблем я везу к себе в определенные там дни в определенные даты насчет ппр серловский но в этом году я как бы не нуждаюсь так как у меня есть родительское стадо до племя этой птицы я просто в этом не нуждаюсь в этом году вообще в будущем не интересно но судя по последней моей поездки это было год назад а по моему ездили я потрачил очень много ресурсов как временных так и финансовых и даже до екатеринбурга ну просто напросто я не имею возможности съездить если у вас была бы такая возможность вы допустим съездили и попутные какой-нибудь машиной такие машины существуют отправили бы до меня это яйцо вот тогда да было бы прикольно и классно ну только повторюсь не в этом году хозяин скажи мне если у вас друзья и бывают ли они у вас гостях или вы у них друзья конечно есть как без друзей это скучно жилось к нам или мы до хороший вопрос да и мы к нам мало мало мы сейчас последнее время тот год был очень сильно загружен как бы и к нам не так много приезжали и мы не так много ездили я даже к родителям к своим редко езжу потому что сами видите какой объем работы хочется конечно и отдыхать ну и жить хочется в комфорте поэтому до общаемся конечно и мы в гости ездим и к нам в гости ездят дальше думаю больше будет больше сможем себе позволить времени на отдых но пока как то так а когда забой бочка и какое направление самое прибыльное бройлер забой был бочка самая прибыльная вообще любое направление прибыльная я вам так скажу самая быстро обновляемая потому что это быстро процессы все про что происходит этот бройлер от яйца до цыпленка 21 день от цыпленка до забоя 45 максимум 60 дней за год сколько раз можно минимум шесть раз обернуться вот считайте сами эксперимент с луком с луком в принципе так неплохо вопрос том куда большой объем сразу реализовать возникает ну я ребята в отдельном сюжете все это расскажу в принципе ну нормально заниматься можно так в двух словах буквально что маша планирует сеять на рассаду ой руки-то грязные огурцы помидоры что там картофан на рассаду нет все оправе капусты но я думаю что по поводу семян и посадки это обязательно будет об этом сюжет сейчас все семена заказаны ждем когда они придут и все покажем в деталях а раньше ты держал индюшек для получения инкубации теперь покупаешь с чем это связано другие проблемы с сбором яиц это связано с регионом проживания в перми в пермском крае печаль с кормами печаль с погодой печаль солнцем и вообще полная печаль поэтому это просто невыгодно это не рентабельно это не актуально и не надо столько яйца мне проще два раза в год купить хорошую партию качественно надежного яйца из канады и проинкубировать и будет офигенная шикарная птица чем заниматься вот этой мазы мозга клюстью и опять же нужно держать лету птицы так конечно нас нужно лицо на инкубацию она нужно соблюдать нужность температурный режим там дофига нюансов на самом деле что с кормежкой что с яйцом что совсем поэтому просто нету в этом никакого смысла абсолютно зачем-то обрезал щенкам уши и хвосты если они и так рождаются ушами и хвостами значит так надо так задумано если серьезно я не знаю зачем им купить хвосты и уши не правда это как бы такая порода и вот она в таком виде приемлемо и приятно наверное правильно ответил неправильно не знаю на самом деле ему шею и хвосты раньше обрезали для того то что эта собака волкодав она послась вместе гуляла послась нельзя сказать гуляла вместе с овцами а тару эту овец охраняла от волков и когда нападают волки они уши как бы и хвосты могут ну так повредить так скажем а тут и за ухо не возьмешь и за хвост не схватишь так что вообще в европе да уже запретили да не везде еще вот спрашивали тут из англии спрашивали из норвегии щенков спрашивали говорят что типа можно так вроде как бы купированных завозить не знаю не ну завозить можно на выставку нельзя может быть в америку же уехал тоже сколько обошлось монтаж отопление мат и раб вообще по внутренним работам соблюдал рап бесплатно нет наоборот раиду тарап тарап давай зайдем сюда пока 2 бы накладу раб бесплатно был практически все там не приезжал саша помогал все было бесплатно материально посчитали вот там как бы не только система отопления то есть отопление кое-какая канализация сантехника уже по затратам я потратил бы 300 тысяч но мне сделали хорошую очень скидку про которую я вам говорил есть сюжет на эту тему что можно получить хорошую скидку по по моему же промо-коду у меня получилось 200 тысяч рублей все материалы все что-то я сейчас купил на сегодняшний день это 200 тысяч рублей я считаю что это вполне приемлемая цифра да все заметили как нам нужен обруч с магнитными еще хотел сказать а дровишки то заканчиваются постепенно вот эти трава я беру на растопку полу ёрка чуть больше а здесь у меня туалет покажи этот туалет который я разбирал там неделю или две назад до сих пор не могу его никак сжечь сегодня влажно сыр вообще не знаю как будут это пить ну где-то топки 3-4 может и наконец-то все это при порядок тут сделаю то надоело скажите сереже чтобы он не купил новую теплицу она вся сломалась он не хочет мне покупать новую теплицу огурцов охота там прям провалилась не столько покупать сколько он сказал хочет не видел а сережа каково жить выверят расскажи про соседей обстановку и так далее умеря так жить офигенно ловили соседи хорошая нет никого до сейчас про качиху тоже скажу соседи хорошие у нас все то есть как бы не ругаемся мы бывают какие-то недопонимания ну язык для чего для того чтобы разговаривать чтобы голова чтобы договариваться все как бы хорошо в целом неплохо что еще как по соседям жить нормально есть два детских садика школа есть ну я думаю что школу манера в другую пойдет детский садик пожалуйста на в том году приглашали в этом году я думаю что проблем никаких не будет детским садиком верочка уже готова созрела насчет детского садика про кольчи хотел сказать в общем она меня продинамила второй раз уже белая прочих сегодня я тут разговаривал с дядей он как типа смысла нет удержать их надо убить брать поэтому буду выбирать и белая серая хорошего я хочу посмотреть сколько у них врача как это сделать я не знаю маточник оставать что лишь бы там мертвых не на проверить тут мертвых не был все хорошо я сам покажу этих маленьких по-быстрому уже не оси а уже не оси бака сейчас такой блиц и просто даже мне интересно сейчас проверю давай раз два три сколько тебе лет тридцать один а тридцать два тоже сказать и 20 сколько лет родилась дочка в каких мы их сколько мне лет был по год назад 30 лет сколько лет тебе и твоей жене было когда вы поженились я не знаю так примерно я скажу точно не знаю 20 чем-то там 44 сколько лет в браке ну-ка коси 24 9 8 будет 3 8 8 как вы познакомились а мы вместе поем и были знакомы как-то до этого но не обращали друг на друга внимание так было такое случайно знакомство даже никто бы не подумал мы помимо на тему уже рассказывали видос был потом так случилось что вместе поехали на базу турбазу и вот там все понеслась любовь с первого взгляда с третьего хотя это был не первый хотите планируете второго ребенка как говорится как бог даст так и будет сколько в общем хотите детей тоже самый ответ собаки 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 мои любимые собаки 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 от а да 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 привет привет медвежата моя хорошие стряжа даже не вопрос а мнение одно разным слушать обратную связь еще лет 10 жизни в авириахов в авириатах и ты уедешь в город это мой тебе прогноз это пишите сергей иванов если ты таки и не определяешься с направлением деятельности сельхоз наиграться времени было достаточно растет дочь растут расходы мой никчемный совет занимайся тем что больше получается к чему душа лежит круглогодично расти бролеров это твой шанс задержаться на подольше выверят я ребят так скажу как бы в жизни на такая штука не знаешь чего ждать завтра все прекрасный момент может быстро легко поменяться и может быть это будет город может быть эта страна другая будет может быть я наоборот уеду клуб в деревне я не знаю что будет завтра действительно я не знаю но сегодняшним днем я занимаюсь сельским хозяйством не играешь занимаешься занимаюсь я занимаюсь мне это нравится я ищу себя пробу различные направления мне все интересно так конечно и бролеры и бычок и поросята все это интересно почему бы этим заниматься мне нравится и вот эти милые плюшки мне нравится сладкий а какие дальнейшие ферму с фермы раз не получилось буду старое вот это здание переделывать буду больше заниматься птицей хочу удержать свиноматку хочу держать пару бычков вот это как бы минимум того что хотелось бы а там может быть еще какие-то направления новые интересные появится буду все пробовать все интересно город когда поедешь в город пока не собираюсь поближайшие пару лет город не собираюсь пока здесь пойдем давай домой собаки собаку тебя ставят все домой на к собакам что дорогие мы на этом наш сюжет сегодня подходит концу я надеюсь ответил на все ваши вопросы возможно и скорее всего ответ их не всем понравится ну жизнь такая штука каждый живет как хочет живите в удовольствие ни в чем себе не отказывайтесь занимайтесь тем чем хотите а сегодня я буду с вами прощаться всем спасибо за внимание удачи пока пока